В Гомельской областной клинической больнице отбылось открытие другой операционной нейрохирургичного отделения. Наверное, тут оказывается вся необходимая допомога при лечении захворывания у позвоночника. С новыми махчимостями региональной медицины ознайомился Алексей Серову. Самая первая невельно складанная операция на позвоночнику в Гомельской областной больнице начали работать еще в 80-х годах минулого сагодия. На початку 2000-х эта работа активизовалась, а в 2015-м тут открылся первое региональное нейрохирургичное отделение. До этого у всех тяжких хворых приходилось вести в Минск, в Республиканский науково-практичный центр травматологии. Таким чином, зараз операции на позвоночнику в Беларуси робить только в двух городах Минску и Гомеле. Причем, разговоры, где выкрыстание высокотехнологичного областного областного больника подкресливаются, для того, как медицина была на серьезном уровне, у нее необходимо указать значные сроки. Для оснащения первой операции потребовалось около 750 тысяч долларов, по освоению яких значную ролью отыграл только частный начальник областного управления ховы здоровья Миколай Васильков. Частка обслуживания для уже новой операции набита с допомогой Владимира Дворника, який тогда был старшиней Аблова Конкама. С течением времени жизнь подсказала, что надо усиливать это отделение в связи с востребованностью этой помощи, поэтому с прошлого года выделена отдельно еще одна вторая операционная, сейчас закуплен еще один операционный стол и еще один гернировский аппарат. Получена система навигации через Министерство здравоохранения. Навигационная станция – это обслуживание, которое позволяет ставить имплантанты на позвоночнику с закладностью в 99%. Медики погаджаются. Операция – это риск, а когда я проводить профессиональные врачи на высокотехнологичном обслуживании, это риск можно значительно минимизовать. Во всяком случае, при некоторых захворываниях пациентам позволяют самостоянно ходить. Уже первый день после операции, с улыбкой того, что больше 70% хворых – люди предсоздольных взрослых, их поспеховое лечение и наступная реабилитация – задача державного узрона. С набытом самого сучастного операционного микроскопа для ее выконания заявились новые макчимости. Он ускоряет эту операцию, он уменьшает доступ, позволяет снизить кровопотерю. Это ведет к тому, что пациент меньше находится на больничной койке, пациента нет необходимости на постельном режиме держать даже сутки. Мы вертикализируем пациента фактически в день операции. Нет необходимости в дополнительной защите в виде корсетов и ортезов. Это уменьшает необходимость послеоперационно-реабилитационных мероприятий. Это позволяет быстрее выписать пациента на амбулаторное лечение и, соответственно, сократить общий срок временной трудоспособности. По словам медиков, за открытием другой операции, что год у Гомель будет проводиться не меньше тысячи операций на позвоночнику. Теперь наибольший проблемный момент в своечасовой диагностике, особенно на районном узроне, наибольший эффективный, и ее можно вырешить в распроявлении МРТ, а ли отповедного обсталивания в покой не хопает. До речи, в отповедности международной классификации зараз в основе 111 форм захворывания у позвоночника. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель.